Мы начнем наш Мишель. Сейчас, секундочку, мы начнем. Мы начнем. Ну и так, мы начнем. Десять минут. Почти, без одной минуты. Мы подождали, те, кто будет опаздывать, значит будет опаздывать. Сегодня у нас четвертая беседа о корнях. Мы ее проводим в таком домашнем формате. Первые три мы проводили в интерьерном театре, в другом интерьере, с разными техническими накладками. Из-за того, что там нам приходилось слишком много составляющих иметь, которые зависели не напрямую от нас. Чужая техника, чужой проектор, чужой компьютер и так далее. И у нас были разного рода задержки. Сегодня мы дома, у нас несколько другая аудитория, хотя я очень рада, что есть люди, которые были на предыдущих встречах наших. Я вижу здесь их, и это особенно приятно, что у нас есть какая-то постоянная аудитория у этих бесед. Наш герой в сегодняшней встрече согласился участвовать в этом проекте очень легко. Я только ему предложила рассказать о себе, о своих бабушках, дедушках, маме и папе. И он с радостью согласился и через месяц выдал готовый нарратив в виде текста. Я этот текст видела, и поэтому я не буду вмешиваться. Я только буду его ассистентом по показу фотографий, которые будут сопровождать его рассказ. Я попрошу Витожда Юльича сделать небольшие паузы в частях. Мы расскажем о папиной семье, потом у вас вторая часть, маминой корня. И небольшую паузу, может быть, для передышки, для каких-то вопросов, чтобы не сразу подряд. Чтобы у нас было вот так вот, по главам как бы этот рассказ шел. Ну, в целом, все, что я хотела сказать вначале. Все вопросы, которые можно будет задать, вы копите, и мы на все на них ответим. И по ходу можно, наверное, наливать себе чай или кофе, чтобы вы чувствовали себя более-менее раскованно. А потом, после этого, мы еще сядем и выпьем чаю и кофе. У нас даже есть коробка печенья. Ну, все, давайте мы начинаем. Давайте. Так, друзья мои, значит, наверное, мне нужно сказать, что сейчас мне 85 лет, и молодость моих родителей приходилась на первую четверть примерно 20 века. Это было очень неспокойное время в России, как вы знаете. Там произошла Первая мировая война, потом началась Гражданская война. И вот события, которые сопровождали эти войны, сильно влияли на людей, и происходили большие перемещения людей по нашей громадной территории, нашей страны. И другие события, которые в мирном времени, в общем-то, для мирных времен не очень характерны. Но тогда вот они были. В частности, хочу сказать, что если бы не было Первой мировой войны, то я бы здесь не появился, я бы не появился на этом свете и не стоял бы сейчас перед войной. Если бы не было движения басмачи в Средней Азии, то у меня здесь не стояло тоже, как сказала бы Анна Андреевна Ахматаевна. Но, тем не менее, вот эти удивительные вещи, я расскажу о них, но не сразу. Сначала я начну более издалека, с корней моего отца. Отец мой родился в семье человека, который был бухгалтером в казначействе города Мазовецка. Мазовецка – это город в Ломжинской губернии Польши. Ну, Польша тогда была частью России. Ну, вот, тем не менее, вот он там жил. И отец его, Александр Залезский, а мой отец, Юлий Александрович Залезский, имел еще двух братьев, а мать его, Мария Синезерна, Торзалезская. Вот они там жили. Он там учился в коммерческом училище, мой отец, я имею в виду, до 13-го года. Так, окончил его, и потом поступил в Варшавское механико-техническое, высшие курсы какие-то механико-технические. Это я сужу по его автобиографии. Вот. И успел закончить только один курс в 14-м году, а потом в связи с тем, что бои приближались к этой губернии Ломжинской, и отец его, Александр, решил оттуда уехать. И они уехали, вся семья уехала в Курск. Значит, три брата, отец и мать их. В 18-м году была эпидемия, как вы, может быть, знаете, Триспанки, такой гриб был, и Александр Залезский и губер, а мой отец стал работать в коллегии пленных и беженцев. Такая была коллегия. Он там был статистиком, потом начальником учетно-статистического отдела в Курске. А в 19-м году его мобилизовали в Красную Армию, отправили в Самару, в действующие части Красной Армии, и он там участвовал в боях с троевым красноадмейцем. Он был, кроме того, еще членом какого-то полкового суда. Это я сужу по его послужному списку, который он составил в 20-м году. И я хотел бы прочесть небольшую выдержку из этого послужного списка его. Вот это дед. Это Александр Залезский, это мой дед, которого я не видел. Он умер на 9 лет раньше, чем я родился. Так что я с ним не был знаком. А еще вы рано показываете, я потом скажу, как я буду комментировать. Удобно стоять? Удобно мне стоять, да, вполне удобно. Ну, впрочем, давайте тогда вот, вот это, значит, мой дед. Следующий снимок там бабушка моя любимая, его жена. Это моя синеземная. Нет, а что это вдруг? Вот так надо идти, вот так вот надо идти. Вот в этом направлении. Вот это она, да. Не софтят. Бабушка красивая, симпатичная. Вот она, здесь металок. Артем сейчас всем нам покажет. Вот. Вот ее. Вот она. Это бабушка, значит. Ну и сейчас третий снимок, покажите. Это мой отец среди студентов варшавских высших этих курсах. Среди студентов. Они всех в фуражках. Вот он левый стоит. Вот это мой отец, будущий отец. Вот. Так вот, значит, я остановился на том, что он был мобилизован в Красную Армию. За какой год он? В 19-м году. И отправлен в Самару. И вот, значит, что из послужного списка я вынес, когда прочитал его. Этот список сохранился. Значит, 8-го мая 19-го года мобилизован в Красную Армию. И отправлен в Самару, куда прибыл до 2-го мая, откуда перевезен 1-го чисто в комендантскую роту, в переформированный комендантский батальон. Возначен на батальоне служил с 3-м красноармейцем, состоянная выбрана в должностях члена полкового суда. Участвовал к санитарским батальонам Южной группы Восточного фронта в походе на выручку Уральска и в карательной экспедиции на село Перелюб в Самарской губернии. Июль 19-го. С полком особого назначения Южной группы Восточного фронта выступал в поход против Миронова. Кто так же не знает. В Питерской губернии. Миронова не знаю. Но мы его расстрелили. Миронова. Вот. Сражение у села Александровка. По ликвидации Миронова штабом Южной группы Варле переведен с полком на Южный фронт. Новохоперский район, где после боя у Гавриловского хутора, Павловский уезд, Воронежской губернии, с уничтожением полка вместе с оставшимися после боя в живых, был переведен в Бирский стрелковый полк, с которым отступил до села Уварова Тамбовской губернии. Оттуда в связи с пиар-организацией 21-й дивизии был откомандирован в Самару, во вновь старированный отдельное особое назначение полк, куда прибыл 26 ноября 1919 года. С названным полком, перевинованным в отдельный строевой туркистанский полк, прибыл в Таштен 16 апреля 1920 года. Вот это очень важно. В турполке участвовал в походе полка в Семеречье. Ну, фактически Семеречьем тут названо в Керганской долине. Почему туда? Потому что там началось движение басмачей, которые были несогласны с советской властью и старались, значит, сопротивляться. И вот этот полк туда был послан. Ферганская долина – это такая область Узбекистана, где довольно крупные города есть. Вот Антишан, Фергана, Коканд, Наманга. И вот там он как раз и познакомился с моей будущей матерью, Любой Полюдовой, которая родилась в Коканди. Каким образом произошло знакомство, я, честно говоря, не знаю, но они познакомились. И в 1922 году поженились. После этого он подал заявление об увольнении из армии. Его в 1923 году уволили. И они после этого отправились в Москву и поселились в Лосинке. Лосинка – это такое Подмосковье. Она так раньше называлась. Сейчас это уже просто Москва. И там они жили в большом деревянном доме. Давайте покажем. Да, вот который... Это мама. А, вот это моя мама, да, в молодости, да? Это она. Вот она в молодости. Это она постарше. Следующая. Вот это они вместе с отцом. Ну, еще тут можно один снимок показать. Вот отец. И следующий снимок – это вот как раз будет дом и сад, в котором мы жили в Лосинке. Я прожил там все свое детство. От рождения в 1929 году до эвакуации в 1941, когда мы с матерью выехали в Узбекистан. Вот. Это картина моего отца. И вот там, видите, вот это я с тачкой иду по аллее. Тут гамак, тут мама сидит. А там вот дом, в котором мы жили. Мы снимали там комнату. И вот жили в течение 12 лет. Вернее, они жили раньше, до того, как я родился. Но вот когда я родился, там продолжали жить. Жизнь там у меня была интересная. Было много друзей из соседних домов. Местность была хорошая. Мы там ходили на лыжах и купались. А отец регулярно приносил мне хорошие книги. И я вот хочу прочесть из моих воспоминаний, которые живут в журнале, небольшую выдержку по этому поводу. Скажи, пожалуйста, это картина? Это картина, да. Это картина, я ее сфотографировал. Я сфотографировал ее, а папа нарисовал, да. Тут так трудно судить. Видите, она не очень с хорошим разрешением здесь? Ничего. Ну, понятно. Видно, да? Понятно. Вот. Значит, отец регулярно приносил мне книги интересные. Откуда брал он их, я не знаю. Но я тогда, вот уже за эти годы, прочитал много лучших произведений. Дюма, Синтевича, Купс, Кенемора Купера, Вальтера Скотта, Майнрида, Жюль Верна, Канан Дойля и, конечно, Александра Грина, который был любимым писателем моего отца. Вот. Я так тогда написал книги, я читал запоймы, они меня потрясали. Скорее всего, именно эти книги способствовали формированию моего несколько романтического взгляда на жизнь, с которым мне удалось не расстаться вплоть до очень зрелого возраста. Мир был окрашен для меня в яркие тона, люди казались или героями, или злодеями. Читали и Аркадия Гайдара, который убедил меня, что героями в гражданской войне были, конечно, красные. А владеями белые. Представление о мире, состоящем из подлог буржуинов и их наемников, с одной стороны, и угнетенных ими пролетариев, христиан и их доблестных защитников, большевиков, красных командиров, подпольщиков, революционеров, с другой, я восприняю в них без колебаний и на то. В свое оправдание могу добавить, что это представление не повлияло на мое поклонение честности и богородству, особенно последнему, как наивысшей степени величия человеческого духа. И на мое непримиримое отношение к лицемерии и подлости. Кто был носителем того и другого в реальной жизни, еще предстояло разобраться. Пока же в моем сознании и пан Валдельевский, и пан Счетутский, и главдил Афер Атос и Павлик Морозов оказывались по одну сторону баррикад. Ну вот, я сейчас хочу сказать про Лосинку. Это место вот такое было, живописное очень, лес был недалеко. К нам в гости приезжали братья моего отца, которые тоже из Курска переселились в Москву. Они уже жили, правда, не в Лосинке, а в самой Москве на улице Солянка. И часто ходили в лес прогуливаться, гулять. Там вот была недалеко река Яуза, был Свибловский лес, сейчас там уже метро Свиблова. А Лосинка была вначале переименована в город Бабушкин. Вот можно показать Бабушкина. Давайте. Вот Бабушкин, да? Вот это полярный летчик Бабушкин, который жил в Лосинке, и его именем названа как раз и улица Бабушкина. Был город Бабушкин, а теперь это просто Москва уже. Герой Советского Союза. Да. Вот это как раз рядом с тем местом, где был наш этот деревянный дом. Сейчас его, конечно, нету, там каменные дома. Три станции метро туда протянуты уже, Свиблова, Бабушкинская и Медведкова. Я там бываю иногда, и мне все это знакомо. Вот. Теперь дальше. Значит, я уже сказал, что к моменту... Я, наверное, не уложусь сейчас. Ну, хорошо. К моменту нашего переезда, вернее, переезда моих родителей в Лосинку, туда же в Москву переехали братья моего отца с их матерью. И они, я уже сказал, жили на Солянке, и мы часто общались. Вот, можно их тоже посмотреть. Теперь я хочу сказать немножко о них. Вот, давайте фотографию можем, да. Вот это старший брат моего отца, Васлав. Васлав, он нашел себе работу в Москве, был каким-то начальником. Вот, его должность такая была. Начальником автодорожного отдела наркомата тяжелой промышленности СССР. Без партийным, с высшим образованием. Вот. А младший брат... Ну, следующий, наверное, можно посмотреть. Нет? Да. А вот это его женаки. Филиция Зинонна. Они поженились... Васлав поженился с Филицией раньше, чем мой отец с Любой. И у них уже было две девочки. Старше меня обе. Ванда и Алина. Вот, можно покажать следующее. Вот, сейчас, это семейство всего. Это они, да? Вот Бацлав, его жена Алина, и вот это Алина, а на руках Ванда. Вот. Пожалуй, ну, еще можно один снимок там, по-моему... А вот. Вот. Вот тут можно увидеть и младшего брата. Вот Старк с охотничьим ружьем. Это в лесу, недалеко от нашего деревянного дома. Это его девушка слева сидит. Там вот Ванда, Алина, Филиция, или Люни ее звали Алина. А стоят, значит, вот Вацлав, там моя мама. А слева стоит Филиция Зинонна, это бабушка. А там отец мой справа крайне стоит. Вот. Теперь я хочу сказать... Что? Указка. Ой, спасибо большое. Так, а теперь... Вот эта кнопка, да? Понятно. О, все понятно. Теперь знаю. Так, теперь мне предстоит рассказать об очень неприятных и даже, я бы сказал, трагических событиях, которые произошли с семьей моей в 1937 году. 6-го... нет, 9-го июня 1937 года мы с отцом и с мамой поехали в гости к Вацлаву на именины его жены Люни, или Цезинонны. Ну, там к вечеру собралось у них много гостей, все веселились, и вдруг вошли в комнату трое в фуражках НПВД, красками и околышками, и попросили Вацика зайти в другую комнату, там начался обыск гостей, просили не уходить, сидеть, ждать, все подавленно молчали. Потом его стали выводить, уходя, он сказал своей матери, Фелице Зинонне, что я скоро вернусь. Но не вернулся, был расстрелян уже не в июне, а в августе, осужденный, в тот же день расстрелян. Младший брат, вот, который из стах, был расстрелян... По какой, кстати, это? Шпионаж. Шпионаж. По ложному доносу или обвинению. Потом, в 1956 году он был реабилитирован, даже как и младший стах, он тоже был расстрелян в 1938 году, в феврале уже, несколько позже. Мой отец уцелел, его не арестовали. Может быть, это связано с тем, что он служил в Красной Армии, я не знаю. Ну, в общем, он сохранился. И он как раз опекал девочек Вацлава, даже взял к нам в дом их. И вот таким образом продолжалось в течение, до начала... Да, и никаких сообщений о Вацлаве мы не получали, естественно, это стандарт. А потом однажды... Дай, Господи! Потом, в августе же, 1937 года, забрали его жену, Лёнию, Тридцезенонну. И, значит, остались две девочки и их бабушка. Ну вот, надо было как-то с этим справляться. Мой отец, значит, как мог помогал. Взял к себе домой бабушку и Ванду. А Алина уже пошла работать. Ей стукнулось 17 лет. Она уже зарабатывала деньги. Вот. И... Что касается супруги Вацлава, то её отправили в ладерь. Мордов-Флаг как жену врага народа. И там она 8 лет провела. А после этого ей не разрешили возвращаться в Москву. К дочерям. И она вернулась... Она тайно приезжала, приехала в 45-м году, когда кончился срок её заключения. Через чёрный ход она там входила, чтобы соседи не заметили. И после этого она, значит, отправилась в Кашин. Город Кашин – это город, который больше, чем в 100 километрах от Москвы, и где ей разрешалось жить. Там она с трудом нашла себе работу на сапоговаряльной фабрике. Директору она рассказала, что она была в заключении. И он сказал, что да, были перейти бы. И всё-таки взяла её к себе на работу. Она стала там экономистом. И она там довольно активно действовала. Она организовала там танцевальный кружок. Они ездили как художественная самодеятельность на разные конкурсы. И даже однажды выступали в Большом театре Москвы. Ну, а когда кончилось это время, ещё после, когда реабилитация состоялась, она состоялась в 55-м году, после Хрущёвской отцепели, естественно, да, ей разрешили вернуться в Москву. Она вернулась. И вот они стали... Да, и должен опять же... Да, я, видимо, всё-таки вот что. Наверное, об этом я упустил. Об этих событиях, о которых я сейчас рассказал, подробно написано в воспоминаниях Ванды, младшей их дочери. Я думаю, имеет смысл несколько выдержек всё-таки прочитать, потому что она даже это лучше знает, поскольку она сама была в этой семье. Значит, она такое пишет. «Чёрная полоса в моей жизни началась, когда мне исполнилось 13 лет. Я перешла в 6-й класс. 9 июня 37-го... Это я повторяю то, что я от себя говорил, но и она тоже. Был день ангела моей мамы. Собралась наша семья. Папа, мама, бабушка. Я и моя старшая сестра. Я ей был 17 лет. Приглашены были в гости два папиных брата, один с женой и сыном. Это мой отец и я с мамой. Другой был неженат, а также муж с женой, друзья, родители и наши соседи в квартире. Часов в 10 вечера, когда всё ещё сидели за праздничным столом, раздался звонок в дверь. Вошли несколько военных в форме НКВД и дворничка. Папе предъявили орден на обыск и арест. Всем велели оставаться на своих местах. Начался обыск. В моих игрушках нашли дерматиновую обложку к партийному билету. Я её купила за 5 копеек в канцелярском магазине на первом этаже нашего дома. Она мне очень понравилась. Золотыми буквами было написано ВКПБ. Что это значило в то время, я не знала. К концу обратились с вопросом, откуда это у вас? Отец с недоумением посмотрел на меня. Я со слезами на глазах стала объяснять, что это моя обложка, что я её купила в канцелярском магазине за 5 копеек. Её включили в список изъятых документов. Кроме неё изъяли паспорт, профсоюзный билет, диплом. Больше ничего не изъяли, ничего комплиментирующего не нашли. Папу арестовали. Прощаясь с бабушкой, он сказал «Не волнуйся, я скоро вернусь». Больше мы его не видели. Его арестовали, но это уже было. Комнату опечатали с мебелью и нашими зимними вещами. Наша семья занимала в коммунальной квартире две смежные комнаты. Бабушка, мама, сестра и я остались в проходной комнате, где стояли три железных кровати, письменный стол, на нём мы с сестрой делали уроки, этажерка с книгами, платный шкаф и тумбочка у бабушки на кровати. Обеденного стола не было. Спального места для мамы тоже в этой комнате не было. Брат папы взял бабушку и меня к себе, то есть мой отец. Он снимал за городом у хозяйки комнату, мне стелились спать на столе. В августе 37-го года оставали маму. Сестра её, ей было 17, осталась одна. Мне об аресте мамы не говорили. Из разговоров взрослых я всё поняла и тоже скрывала, что знаю. Это горе я переживала в одиночестве, не могла ни с тем поделиться. Ночью, когда все спали, я плакал, уткнувшись в подушку, чтобы никто не услышал. Наступило время учёбы, нужно было возвращаться в Москву. Тогда дядя решил, что нужно мне рассказать об аресте мамы. Когда он мне это сказал, я не проронила ни слезинки. Мне стало легче на душе, и теперь я могла вместе со всеми горевать, ждать возвращения мамы. Дядя, он был чёрствый человек, сказал, ну вот, не хотели ей говорить, скрывали, а она не проронила ни одной слезинки. Я стал вместе со всеми ждать возвращения мамы. Мне на день рождения подарили какие-то небольшие деньги. Я купил сахар и один килограмм вишни. И с тётей, то есть с моей мамой, мы сварили баночку варенья к возвращению мамы. Мама вернулась в Москву только через 17 лет, после её и отца реабилитации. Мы с бабушкой вернулись в Москву. Началась учёба в школе, в классах около половины учеников были дети репрессированных родителей. Сестра училась в 10 классе, одновременно выстаивала огромную очередь, чтобы узнать о судьбе родителей. Ей неизменно отвечали, без права на передачу. Вскоре арестовали дядю, младшего брата Пахань. Бабушку потряс арест двух сыновей и невестки. Она сидела на кровати и смотрела в одну точку. Мы существовали на день, который нам выделял оставшийся на свободе папин брат. К концу года на Кузнецком мосту, где давали сведения о заключённых, к сестре сообщили, отец Залезкий, Вацлав Юзеф Александрович, приговорён к 10 годам заключения без права на переписку, мать Залезкая Филиссенона, к 8 годам заключения без права на переписку и ладить особого назначения. Одна завозвращается в школу домой, в подъезда я увидел грузовик, в котором грузили вещи и мебель из нашей опечатанной комнаты. Особенно меня потрясло, когда я увидел в грузовике мои игрушки. Вывезли вещи в нашу запроходную комнату, селили пожилую женщину. У неё была такая же судьба, как у многих. Её сына, сотрудника НКВД арестовали. Их отдельную квартиру, в то время отдельных квартир было мало, отобрали, а её переселили в нашу комнату. Теперь через нашу комнату ходил совершенно чужой для нас человек. Новая же личка была молчаливой, убитой горем женщины, без средств к существованию. Основной едой её была тюля. Она заливала чёрные сухари кипятком, солила и ела. Это была основная её еда. Через некоторое время она сдала койку почтальонши. Теперь через нашу комнату проходили уже два чужих человека. Сестра была несовершеннолетней, бабушка без средств к существованию. Меня должны были забрать в детский дом. В настоянии друзей и родителей дядя оформил надомное опекунство, хотя это было для него небезопасно. Я осталась жить дома. О маме в течение двух лет мы ничего не знали. Потом получили от неё письмо, из которого узнали, что она находится в темняковских лагерях, станции Потьмом, Мордовии. За хорошую работу и поведение юридически решали послать весточку. Бабушка тяжело заболела, её взял к себе сын. Вкоре перед войной она умерла. Сестра окончила 10 классов, устроилась на работу. Вот ещё небольшая выдержка интересная. Перед 1941 годом получили от мамы, изладили письмо с разрешением на свидание. Поехала я. Сестра работала. Я приехала на станцию Потьма, а оттуда по скуколейке в ладе. Пускколейка была построена для перевозки грузов и заключённых. Свидание с мамой состоялось в специально построенном здании. В нём были нары, стол, стулья и топилась печка. Я увидел в окошках идущую в избу маму. На ней была телогрейка, платок покрывал её голову. На ногах были самошиты из материала сапоги и галоши. Несмотря на убогую одежду, она была самая красивая. Её сопровождал молоденький деревенский вида красноармеец в длинном голубе. В руках он держал винтовку. Свидание длилось несколько часов. Мама расспрашивала меня о нашей жизни. Красноармеец с винтовкой сидел рядом, не спуская с нас глаз. О чём он думал, не знаю. Очевидно о том, что охраняет государственного преступника. Вот. И ещё, наверное, стоит прочесть. Вот. Я закончила 9 классов. Уже мы с сестрой жили без родителей 4 года. Ничего не знали о себе отца. Шёл 41-й год. Началась Апчев. Великая Отечественная война. Девочек из нашего класса пригласили в школу и предложили поехать в пионер-владель в качестве пионер-вожата. Детей уже начали эвакуировать из Москвы. Меня не брали в ладель. На вопрос моей подруги, почему меня нет в списках, директор ответил, что она дочь врагов народа. Подруга написала про учительство. Тогда мне разрешили вместе со всеми поехать в ладель. В ладере вместе с колхозниками мы работали по уборке сена. Поселили у нас заброшенные избы с земляным полом, протекающие крышей, окнами без стёкла. Ни радио, ни газет не было. Что происходило на фронте, мы не знали. В ладере попали слухи, что ладер переведут на восток. Мы с подругой решили вернуться в Москву. Рано утром, придя на станцию, увидели огромную очередь, билетную кассу. Здесь я поняла, что бывает предательство взрослого человека по отношению к своим ученикам. Предательство учителя. Наша учительница русского языка появилась в указ позже, чем мы встала в очередь в педи нас. Когда открылось окошечко кассы, и кассир объявил, что билетов на всех не хватит, очередь заволновалась, и учительницу попросили встать в конец очереди. Но поверили ей, и нас вытолкнули из очереди. И всё же, несмотря на это, нам билеты достались. Остался на всю жизнь осадок, что с нами так поступил преподаватель, старший человек, предал нас. Я приехал в Москву, она стала неузнаваемой. Витрины магазинов закрыты, мешками с песком. На окнах светомаскировка, воздушные тревоги, бомбёжки. Школы были закрыты. С 1 сентября 1941 года началась моя трудовая жизнь. Мне было 17 лет. Я работал в цеху на оборону, изготавливали противоданковые мины, работали по 12 часов, две смены, без выходных и отпусков. Особенно трудно было работать в ночную смену. За 4 года работы на фабрике не раз посылали на ротовой фронт, рыло окопы под Москвой. Работала на лесозаготовках, по разборке разбомблённых домов в Смоленской области и так далее. Были очень холодные зимы, на трудфронте, в морозах хотело брить на высыпание. А мама изредка получала письма из Семенковского лагеря. Там было организовано швейное производство, шили обмунтирование для армии. Ну, наверное, достаточно. В августе 45-го года закончился 8-летний срок маминого заключения. Маме не разрешили вернуться в Москву, а направили... Это я уже говорил, не буду читать. Да, это я рассказал. Ну вот, такой вывод. Из этих воспоминаний Ванды хорошо видно лживость, распространявшаяся тогда в нашей стране пропаганды, восхвалявшаяся тогда в стране режим власти, как победу коммунистической идеологии. Идеология эта, безусловно, привлекательна, поскольку признает своей главной целью решение задач, направленных на благо простых трудящихся. Сознавая неоспоримость такого постулата, а по сути, непригодность и опасность его применения в условиях авторитарного государства, власть вынуждена была лицемерить и уничтожать, в основном, лучших представителей человеческого общества, для которых ложь была неприемлема. Вот, теперь, что касается непосредственно семьи моего отца. То есть, ее судьба не сказала. Можно сделать перерыв, если хотите. Я еще про отца прочтил, а потом тогда перерыв. Ладно? С началом войны, с приближением немецких войск к Москве, отец убедил мою мать для безопасности уехать вместе со мной, а мне было тогда 12 лет, к ее матери Валентине Ювентиновне Бандижану. Бандижан, что мы сделали в сентябре 1941 года. Сам он остался в Лосинке, работал в Москве и регулярно посылал нам деньги на жизнь. Так продолжалось до февраля 1943 года, когда он умер от авитаминоза, или от голода, точнее, 14 февраля 1943 года. Вот полученные нами свидетельства о ее смерти, подтверждающие такое... Ну, можно не показывать все это... А, вот она. Вот, авитаминоз там написано. Вот, естественно, мне хотелось узнать, что такое... Как такое могло произойти в Москве? Это ведь не блокадный Ленинград. То, что я узнал из старых писем, содержалось... содержится уже давно. Я кое-что узнал о том, как там протекала его жизнь. И вот... То, что я узнал, я поместил в свои воспоминания, опубликованные в живом журнале, на моей странице. Но я все-таки тоже оттуда просил небольшую страничку. День, когда началась война, я хорошо помню. Помню, как я и мои друзья в этот день с увлечением стреляли, или, точнее, плевались через тростниковые трубочки и еще незрелыми мелкими ягодами гузиным. Взрослые же, несмотря на все повторявшиеся предсказания близкой победы, бросились в ближайшие магазины и стали в больших количествах закупать продукты питания. К моим не слишком практичным родителям это, правда, не относится. Вскоре начались бомбардировки Москвы, и обитателям домов нашего двора пришлось построить саду-бомбоубежище, куда все сбегались, дослышав тревожный ход паровозных гудков, доносившихся с жизнедорожной станции Васиностровская. Бомбежки не причиняли вреда нашей явно непромышленной округе, зато у мальчишек появилось новое занятие собирать на утро осколки зенитных снарядов, газобилие сыпавшейся на наш двор. Отец решил отправить нас с матерью в антижан, моей бабушке, но это, опять же, я уже сказал. Когда я говорю, умер от голода в Москве, мне никто не верит. Вот если бы в Ленинграде, тогда другое дело. Но сохранились его письма к матери в антижан, с которыми я смог познакомиться только после войны. Он писал нам часто, не реже, чем раз в неделю, при этом мне печатными буквами. Эти письма прояснили мне многое, хотя и не все. Долгое время я не мог понять, почему он не пошел на войну. Пошли многие из тех, кого я знал. Пошел, например, Станислав Станиславович Собирайский, молодой и очень милый человек, мой учитель музыки по классу скрипки в музыкальной школе. Его очень жалели, когда пришло известие, еще до нашего отъезда, что он погиб, подорвавшись на мини. Я, как и многие, считал, что долг каждого настоящего мужчины пойти на защиту народа от тех, кто хочет его поработить. Я очень любил и уважал своего отца, но все же мне было немного стыдно, что он не пошел. Понимание пришло, когда я осознал, что худшего порабощения, чем то, которое мы имели при Сталине, быть не может. При фашистах оно, наверное, такое же отвратительное, как при наших псевдокоммунистах. И там и здесь жизнь человека ничего не стоила. Там уничтожались люди по расовому признаку, здесь по признаку социального происхождения. По бою в случае обрекается на смерть множество ни в чем не повинных людей. Думаю, что отец мой это понял уже тогда, когда арестовали его родных братьев. Ведь он знал их с самого детства, знал, что ни на какой шпионаж они не способны. Знал он, наверное, и то, что никому ничего не докажешь, поскольку в нравственном отношении те, кто сидит на самом верху, чаще всего ничем не лучше обыкновенных бандитов. Впрочем, все эти рассуждения суть не более, чем мои домыслы. Никаких разговоров с отцом на эту тему я никогда не вел. В письмах матери эта тема также не затрагивалась, если не считать несколько строчек в одном из них, где он сообщает, что был в военкомате, и ему снова дали бронь от призыва. При этом неясно даже, по какой причине. То ли из-за работы на оборонном предприятии, то ли из-за пожилого возраста, то ли из-за плохого здоровья. Его здоровье, судя по письмам, ухудшалось постепенно. Осенью 1942 года он, ощущая слабость, уже с трудом ездил на электричестве на работу в Москву. Систематическое недоедание усугублялось тем, что он регулярно посылал нам с матерью деньги, чтобы мы не были в тягость нашим родственникам. Но если до войны он еще мог прокормить семью, то теперь это получалось с трудом. Мать не имела профессии, а и с работой в одержании ей долгое время не везло. В декабре, выйдя на улицу после работы, он потерял сознание и очнулся в больнице, где было тепло, вкусно, хотя и мало кормили. Он писал, что там было очень хорошо, только было больно лежать, потому что от его тела остались лишь кожа да косты. В больнице отца навещала Татьяна Михайловна Петрова, завхоз музыкальной школы. Она просила кое-какие продукты, в том числе и от соседей, и даже молоко от соседки Дуся Сычевой, которая тогда держала корову. Однажды, 13 декабря, к нему на прием даже выстроилась очередь из друзей и родственников, которые принесли ему много вкусных вещей. Это я читаю свои воспоминания. Но больницу вскоре закрыли на перепрофилирование под госпиталь для раненых. В январе в ТЭК предложил ему вторую группу инвалидности. Он отказался, так как это означало беверной гибели. Инвалиды второй группы не допускались к работе, а на нищенскую пенсию было не прокормиться. Поэтому им дали третью группу и больничный до 7 февраля с диагнозом авитаминоз и кардиосклероз. Его зарплата на последнем месте работы в должности старшего реализора была 600 рублей, а килограмм картошки на рынке стоил тогда 65 рублей. Отоварить продукты, положенные по карточке, было трудно. Из-за слабости он иногда просил это сделать соседей. Однажды в январе, когда ему понадобилось отоварить продуктовую карточку, выдававшуюся один раз в месяц, и не было оказии в магазин, подвернулся мой одноклассник по музыкальной школе Юра Вертоградов, который сообщил, что как раз собирается ехать за продуктами. Он взял карточку, пообещав в тот же день ее отоварить и принести отцу продукты. Но не пришел ни в тот же день, ни в какой-либо другой день. В январе морозы доходили до 35 градусов, дров отца не было, в комнате температура 4 градуса Цельсия. Он писал, что ходил куда-то в совет, видимо, местные с просьбой, о дровах, но ему отказали. В музыкальной школе к нему относились хорошо. Не зная его как художника, дали оплачиваемую работу по оформлению выставки, посвященной Чайковскому. Как раз 50 лет со дня смысл Чайковского должно было. Которую следовало открыть 23 февраля. Отец писал об этом с воодушевлением, считая, что эта работа поможет ему продержаться до наступления теплых весенних дней. Его самое последнее письмо, точнее открытка, написано за два дня до смерти и адресовано моей тете Наташи, сестре-матери, которая к тому времени перебралась из Ташкента в Андижан и еще раз вышла замуж. Мы жили тогда все вместе в квартире бабушки Валентины Вентиновны. В этом письме он благодарит Наташу за ее письмо, в котором, очевидно, содержалось предложение все бросить и приехать в Андижан. Он отвечает, «Приехать к вам на некоторое время – это моя мечта. Несомненно, я быстро бы поправился, но просто бежать от мороза, болезней и лишений, бросив все в Москве на неопределенное время и свалить слюбленную шейку в таком жалком состоянии, без всяких перспектив и своего пристанища, я пока не хочу и не могу добороться». Пытаясь понять, почему только он один, видимо, из многих тысяч москвичей умер тогда с голода, я прихожу к выводу, что у него, в отличие от подавляющего большинства советских людей, начато отсутствовало так необходимое для выживания в условиях советского общества способность быть, что называется, на дружеское надея с представителями власти, будь то продавец в магазине, чиновник в органах местной власти или директор на предприятии. Но как еще объяснить, что и дрова, и натопленная печь были в округе у всех, кроме него? Кроме того, он был, пожалуй, слишком деликатен, чтобы выжить. Уже обессиленный и вплоть замерзший в последней письме матери, он пишет, «стал, вероятно, пугалом для многих, во всяком случае больно чувствуя всякое вызываемое моим появлением, чувствуя так и скрытой досадой или недовольством, что я так во всем нуждаюсь, что мне следовало бы чем-либо помочь, и вот я мешаю всем пользоваться имеющимся в них благами. А ведь почти все, по сравнению со мной, а некоторые, по сравнению, живут в власти сытых». Видимо, иногда он все же заходил к соседям погреться, и подобные мыслями давали им покоя при этих визитах. И вот еще немного. Чтобы еще лучше понять причину голодной смерти отца 13 февраля 43-го года, стоит привести одно его высказывание, которое я обнаружил в одном из сохранившихся писем его моей матери из Коканда-Вандижан 3-го мая 23-го года, то есть после их женитьбы, но еще до их отъезда в Москву, и которое дает понять, что его больше всего интересует в жизни. Вот оно. Вообще-то, моменты, в которые мы забываем про кашу, мясо, дрова, стирку и тому подобное дребедень, и отдаемся чувствам, мечтам, проектам, то есть живем душой, такие моменты самые ценные, и если бы их было мало, то эти первые моменты для азии пути на жизнь засосали бы наше счастье, и от любви осталось бы только брачное зимнительство. Не думается люди с отношением к жизни, подобным тому, которое было высказано здесь отцом, будь они в большинстве, могли бы существенно улучшить бухгалтерское состояние любой страны, но, к сожалению, они часто истребляются властью, так как могут явиться помехой для ее удержания теми, кто в первую очередь заботится о личных интересах. Здесь мы делаем небольшой перерыв. О бабушке, о семье матери. Есть какие-то вопросы? Все ясно. Тогда я задам свой вопрос. Скажите, как было с языком, с польскостью? Это были совсем обрусевшие поляки, или все-таки это были поляки, которые сохраняли язык? Я такую вещь скажу. Отец хорошо по-русски говорил, а когда я был еще маленький, то уже мать научилась по-польски говорить, и я тоже уже умел по-польски говорить. И эту возможность я сохранил, ну вот, пожалуй, до войны. После этого я не с ним было говорить по-польски, и я забыл по-польски язык, к сожалению. А они говорили на обоих языках нормально. Польский язык, вот между собой, братья, общались на польском языке. А так-то, в общем, и русский они хорошо знают. Я думаю, что там, в Польше, русский тоже язык присутствовал. Ну, Алина и Ивана, да, они обе говорили хорошо по-польски, читали. У них и библиотеку, и русский язык. Да, да, они лучше меня, лучше меня. У них больше польского языка. Двоюльные сестры, да? Да, двоюльные сестры. А что-нибудь еще, кроме языка? Я не знаю, праздники, какого? Обряды? Нет, в Польше их, опять, никаких у нас не было. Были друзья тоже в Поляке. Ну, мы чаще всего общались как раз между собой с его братьями и семьями. Ну, пока не были. А бабушка? Бабушка, к сожалению, перед войной умерла уже. Ну, она говорила тоже по-русски, по-гольски, но и с русским хуже, но ничего не могу больше сказать по этому поводу. Есть какие-то вопросы еще? А девочки где оставались потом, когда бабушка умерла? Когда бабушка умерла, значит, старшая Алина, ей уже было 17 лет, она уже стала работать. Ванда с нами жила в Лосиндии, отец ее взял в Сибирь, я об этом уже говорил. Ну, а потом она стала работать, то есть они быстро стали работать. Нет, ну, то есть еще ты же скажешь, что сейчас в Польше часть семьи, и после перестройки очень много уже сестры ездили. Да, у них там в Польше остались родственники. У них, то есть у вас? У меня, да, но дело в том, что я все-таки туда не ездил, в Польшу. Мы однажды с Галиной ездили, но, в общем-то, они больше связи у них с поляками, и также, по-моему, какой-то родственник, академик там у них есть, они по Ашаву ездили. Ну, я не знаю, только ничего не могу сказать. Дело в том, что сейчас мои эти двоюродные сестры все еще живы, хотя Ванде сейчас уже 90 лет, а они 95, а их мама, Филисинон, прошла 102 года. Которая вот все прошла вот эти все. Да, которая все это прошла. И когда она уже вышла из лагеря, и когда ей исполнилось 100 лет, ей от мемориала сделали подарок очень хороший. Холодильник. Холодильник и телевизор. Холодильник и телевизор. Нет, а интересно, что она в 102 года совершенно была здравой. Ну, 102 года она убила как раз. Да, перед смертью у нее еще была память хорошая. Да, она, это все так. А были какие-то книги польские у вас, если можно спросить? Я с большим удовольствием прочитал Генриха Синтевича. Вот трилогия у него такая есть. «Огнем и мечом», «Потоп» и «Пан Валдеевский». Вот три тома. Но это был перевод на русский язык. По-польски я фактически не читал. Ну, может быть, немного только. Сейчас я уже забыл. Хотя пытаюсь восстановить. Почти язык мне очень нравится. Кое-что я могу говорить, но мало, к сожалению. Ну, хорошо. Виталий Трилович, а Вы можете больше рассказывать? Вот то, что даже Вы написали. Я понимаю, что текст очень удобен, что связанный. Вам кажется, что связанный рассказ, но это немножечко утомительно слушать. Я понимаю, да. Хорошо, я постараюсь. Высыпает. Давайте в вторую часть больше рассказывать. Хорошо. Ладно. Мы будем смотреть фотографии, да? Да. Так вот, значит, теперь о корнях с материнской стороны. У меня вопрос. Да, да, пожалуйста. Виталий Трилович, огромное спасибо за монолог, за рассказ. И вопрос такой философский, нечеловеческий, очень простой. Вот эти репрессии, вот гибель родных. И ребенок, то есть ты, все это знаешь. Мой вопрос об идентичности. Ты советский человек? Как ты себя понимал, воспринимал, извини, даже не буду использовать слов. Патриотизм, советскость. Ну, хорошо. Я понял вопрос. Русский там и так далее. Ведь это же чудовищно все, что происходило. И как сам человек себя ощущает? Я понял твой вопрос. Должен сказать, что мое отношение к советскости изменилось. Когда я был ребенком, я об этом уже говорил. Я верил нашей советской власти. Считал, что она правильная. Ну, я об этом даже говорил. Павлик Морозов там и все такое. И лишь когда, и даже я такое вспоминаю. Когда вот Вацико, Вацлава арестовали. Я сказал, что я присутствовал при этом. Я потом спрашивал Алину, старшей его сестру. Может быть, у меня действительно что-то было такое, за что надо было арестовать. Чем очень ее обидел тогда, я помню. Но потом я и сам уже понял, что все-таки это все не так. И стал относиться по-другому к советской власти. Да скажи, пожалуйста, только 56-го года ты помнил. Ну, ты его. До 56-го года ты еще. До 56-го года маловероятно. Да, ну, скорее всего, да. Я сейчас не могу точно сказать, когда, но это я понял. Я все-таки не такой же дурак. Как раз у нас с юбилеем 56-го, да, 20-го съезда, 25-го? Вот, 20-й съезд, по-моему, всем очень тогда понравился. И все были с воодушевлением, встретили его решение. Это я помню. Ну, хорошо. Будем продолжать? У нас еще остался большой достаточно песок о эвакуации и маминой семье. Ну, я постараюсь, значит, переговорить. Значит, вот я уже сказал, что мама моя родилась в Коканде в 1900 году. Почему она там русская, а это в Ебекистан? Вот, начну с того, что ее дед, Яков Евстафьевич Полюдов, был офицером казачьего Оренбургского войска. И вот тут я разыскал фотографию, где он вот среди юнкеров Оренбургского казачьего училища. Было такое училище. Тут еще не офицера, а юнкера. И вот он стоит. А, вот у меня же есть эта штука, да? Сейчас я его покажу. А, не так новичка. Не так новичка, да? Вот и так уже. А, вот с этой стороны, да? Виноват, виноват, виноват. Вот, вот он. Яков Полюдов. Вот тут написано там даже. Он, значит, и тут это, насколько я понимаю, это 85-й год. 1885-й год. Это фотография, я просто знаю, что она в 85-й год. И ему как раз 20 лет исполнилось. Вот он среди юнкеров. Вот. Потом он, значит, был офицером. И поскольку, каким образом он попал именно вот в Антижан, я не знаю. Видимо, войско туда направилось как-то... Это несущественно. Это несущественно, да. Ну, и у него была семья. Его... Он женился, когда еще был молодой, на девушке, которая была дочерью генерала. Ювентина Николаева, насколько я понимаю. Вот. Генерал был против этой же нитьбы, но они тайно обвенчались. И тем не менее, значит, семья состоялась. Вот их дети. Шестеро детей. Я их сейчас перечислю. Вот сюда. Ну, лучше помельче сделать. Вот так вот, да. Это старший брат Валериан. Вот. Затем Наташа, вот которой я уже говорил, которая... Ну, старший. Старшая сестра. Вот она. Михаил. Вот это моя мама. Это ее близняшка Надя. А это младший брат Ювентин. Названный так в честь своего деда, генерала Ювентина. Вот. Ну, вот. Судьба тут тоже несчастливая была у некоторых из них. Валериан был расстрелян в Грузии. В 1937 году тоже Михаил. Расстрелян тоже был. Но осталась у него его жена и дети. Их я хорошо знаю. Они живут в Москве. Вот. А что касается... Ну, теперь можно уже... Дед генерал тоже был расстрелян. Где ты умер с ним? Генерал, я не знаю его судьбы. Совершенно. А прадед? Прадед. Прадед. Это же мой прадед. А дед? А дед был расстрелян, да. Когда мы эвакуировались в Индижан во время, после начала войны, мы не знали, что он расстрелял. Он был просто арестован. А вот это вот, это как раз жена этого генерала, которая, в отличие от своего мужа, все-таки не потеряла связи с семейством, с нашим. И вот она, по-моему, с моей мамой, с внучкой изображена. А он, по-моему, самый мальчик, да, по-моему, самый мальчик. Вы так думаете, да? Да, да. Ну, хорошо, ладно. Видно, что это мальчик. Думаете, что это мальчик? Мальчик, да. А я вот... Ну, кто-то из внуков, в общем. Ну, последний, наверное. Да, поехали дальше, кстати. Вот, это вот как раз моя бабушка, Валентина Ювентиновна, это жена Якова Полюдова, в молодости еще следующей, да, давайте. Вот она уже постарше здесь. А вот все семейство там, в Индижане, вот это, значит, мой дед Яков, который вот был казачьим офицером, но уже он старый здесь, еще до ареста, естественно. Здесь вот, это его жена Валентина Ювентиновна, это Михаил, тоже еще не расстрелянный. Это дочь Светлана, дочь Михаила. А это вот его жена Катя, а это ее сестры. Вот это вот как раз Михаил со своей женой. Он, видите, тоже был военным, и тем не менее, значит, в конце концов, тоже был расстрелян. Это уже в Красной Армии. Так, теперь что я хочу сказать. Да, и еще вот дальше там я хотел бы сказать немножко про Юру. А, ну вот это вот Светлана, это дочь Михаила, она, я ее сфотографировал в прошлом году, она уже, видите, соленая старинка. Это на даче на своей, в Клязьме. Что? Флаг. Красный флаг, спрашивают про флаг. А что это такое? Вот это? Да. Странно, да, я первый раз обратил на нее внимание. Не знаю. Но ее взгляды я не знаю. Я с ней иногда вижусь, но анголистически мы с ней не говорим. Ты правильно делаешь. Вот, давайте следующий. Вот. Вот, выучила. Вот. Здесь, значит, вот вместе с бабушкой моей, Валентиной Ивентиновной, ее дочкой старшая, Наташа. Она тоже была замужем вначале неудачно. Неудачно почему? Потому что ее муж, Павел Козловский, был тоже расстрелян. А это вот уже, Женя, сын, внук, вернее, Михаила. Ну вот, почему я его здесь показываю, не знаю. Вот он здесь есть. Вот это вот. Вот это вот, Юра, о нем хотел сказать. Это сын моей тетки Наташи, который всю войну прошел танкистом. И, в общем-то, нацелевал, воевал. И я, он к нам приезжал в гости, в Москву, когда мы там жили. А когда у нас было с Галиной свадебное путешествие в Павел Талгар, мы ехали туда через Таштенки. Там мы пересаживались и у него останавливались на ночлег. Он очень тепло нас встречал и водил нас по рынку, покупал нам всякие вкусные вещи. Вот, но потом он все-таки умер уже. Вот здесь вот, как вы видите, это, подытоживая то, что я сказал, вот все это семейство перечислено, и красным указаны те, кто был расстрелян. Вот, Вацлав, Стах с отцовской линии, там Валерьян Михаил с материнской, и муж Натали тоже был расстрелян. Ну и дед с материнской, значит, вот, Якоб и Сталеньки был расстрелян. Вот такая судьба. Так, теперь я могу, в общем-то, на этом, если хотите, закончить, я могу продолжить уже. Войну в госпитале. А, да-да-да-да. Совершенно верно, еще важная тема. Вот, значит, когда мы уехали с мамой в Эндижан в эвакуацию, в Эндижане у них была квартира двухкомнатная, но тогда из-за наплыва эвакуированных одну комнату отдали, значит, эвакуированным из Одессы двум женщинам, очень приятным, Рива и Соня, с мальчиком, с одним юзиком. Вот, мы с ними мирно прожили там 4 года, все время войны, я там учился в школе, и учился тоже и в музыкальной школе, поскольку много было музыкантов, которые эвакуировались, было у кого учиться. И вот... Что? Да, вот эта картинка, это во время эвакуации, там следующие, вот это, вот я со своей матерью в эвакуации. И еще могу сказать, что, поскольку моя бабушка Валентина Ювентиновна была учительницей пения в школе, и она, музыка интересовалась, и она устроила нам концерты в госпиталях с ранеными. Мы приходили в эти госпитали, она на фортепиано, она на скрипке, а моя сестра двоюродная, Валя, дочь Ювентина, самый младший брат, она неплохо пела, и вот мы втроем выступали, и это очень нравилось, кстати, ранен, даже слезы на глазах выступали у них, когда она не слегкает. Да, ну, минутчика. Значит, теперь о возвращении после эвакуации. Война кончилась. Мы об этом узнали. Голос Левитана об этом сообщил. И мы... Я тогда, вот сейчас, после этого уже вспомнил эту песню Тухманова, что это праздник со слезами на глазах, так оно и было. Вот. Ну, после этого, значит, мать решила вернуться обратно, поскольку хозяйка наша, мы переписывались, это Можайская Анна Антоновна, вот владелицем этого деревянного дома, где мы жили. Она к нам хорошо относилась и, в общем, не отказывала нам в жилье. Рады большой...